Вторая часть ролика про Крикер Хироуз. Я решил выкинуть, скажем так, серединку того, как я прохожу 60-го до 99-го уровня. Думаю, что ну как, это мне не о чем особо рассказывать. Покупаем апгрейды и потихонечку выращиваем свой ДПС. Вот, за это время что произошло? Во-первых, когда я купил Аминхотепа, у него есть способность перевоплощения, то есть такой софт-рестарт игры с дополнительными бонусами. Собственно, когда его покупаешь, появляется вот здесь четвертая вкладка, и здесь можно самонить древних за души героев. Когда мы нажимаем за самонить древних, у нас здесь есть возможность выбрать одного из четырех древних. Вот. Они дают разные бонусы, вот конкретно здесь этот дает больше времени обилке металл-детектор, который дает деньги. Вот этот вот сокращает гулдауны обилок, вот этот вот увеличивает время обилки колликсторм, вот этот вот переводит проценты дополнительного урона. Вот именно из этих четырех вот этот вот наиболее полезный. Почему? А с обилки даже при большой скорости имеет довольно большой гулдаун. Вот я тут некоторое количество обилок наоткрывал, вот эта обилка, например, имеет кулдаун 1 час, вот эта вот 8. Ну и вот здесь тоже часовые обилки. Если мы используем вот этого древнего, то мы можем срезать кулдаун на 75% и из 1 часа сделать 15 минут. Это очень полезно. Причем она очень недорогая по используемым душам. Собственно, сами души, что с ними? Во-первых, у меня здесь впереди есть один босс, вот этот Амид. За него дадут одну душу, когда я его убью в сотом уровне. Во-вторых, причем дадут не сразу, а дадут, когда я сделаю перерождение. Во-вторых, вот здесь, если навести, видно, что дают души за каждые 2000 апгрейд у героев. Это вот именно вот эти вот у героев, когда набирается 2000, сюда вот плюсуется еще единичка. За боссов каждой 100 волн. Собственно, вот следующий босс, это первые боссы первые 100 волн. Или за убийство рейр прайма, праймал боссов. Они впадают с босса сотой волны. И там тоже внизу видно, что при его убийстве вы получаете столько-то душ. Вот. Ну что, надо немножко закупить апгрейдов, пока я тут рассуждал. Накопились деньги, может. Убить апгрейды и убить этого босса. Вот. Когда мы его убиваем, то у нас появляется внизу подарочек. Этот подарочек делает одного из героев Glided. Конкретно сейчас Glided стал Леон. Внизу появляется соответствующая кнопка, что есть Glided Герой. Glided Герой увеличивает свою ДПС на 50% сверху любых других апгрейдов. То есть, это довольно полезная штука. И такой апгрейд для героев, он дается каждые 10 пройденных волн. И остается после повышения уровня. Так, что еще хотел рассказать. Собственно, повышение уровня доступно вот здесь, вот на 150 уровне у Амин Хатепа. Если я ее нажать, то я получу две вот эти души. И игра начнется заново. Кстати говоря, у меня есть одна душа. Можно ее использовать для того, чтобы быть одного из древних. И, собственно, на Аз Древних всегда выбираются 4 рандомных из общего пула в 26 штук. Вот. И можно их реролить вот здесь. Появились новые из этих. Вот этот вот достаточно полезный, который увеличивает количество дамага, пока ты не окликаешь. А мы постоянно не окликаем. И вот этот вот, который увеличивает количество времени для боссов, что позволяет иметь меньше ДПС. Нас-то время не сильно беспокоит у нас. Время ускорено. Вот. Собственно, что еще хотел показать. Когда мы покупаем уровни выше 200-го, то у нас здесь, если навести, видно, что дамаг увеличивается в 4 раза каждые 25 уровней. Вот для этого очень полезная кнопочка Z, которая позволяет покупать ровно по 25 уровней. И вот сейчас у нас дамаг. Можно проследить за ним. Вот. Казалось бы, мы покупаем каких-то начальных героев, а он растет. Причем растет довольно заметно. Налогично со следующим. Сначала я покупаю апгрейды через Ctrl, а теперь через Shift уже не куплюсь. Но вот мы можем покупать апгрейды и потихонечку в DPS выращивать. Вот он. Иногда растет незначительно, а иногда очень заметно. Я тут накупил довольно много апгрейдов. Уже. А, еще что. У нас есть забилка Dark Ritual. Табилка увеличивает вот этот вот DPS на 5% до конца этого мира. Если мы ее перезапустим, то DPS у нас пропадет. Сейчас вот он у нас есть. И за счет того, что у нас используется Cheat Engine с ускорением времени, все таймеры на всех скиллах у нас тоже быстрее работают. То есть, 8 часов при X100 ускорении у нас превращается в минус в 5, только примерно. Если мы токачаем вот это вот древнего, то у нас останется от 8 часов 2 часа. И если пересчитывать это на даже X50, то там остается что-то вроде двух там с чем-то минут. На брейк 100 это минута с лишним. Количество использования Dark Ritual, оно не ограничено. И пока мы не пересгружаем мир, оно у нас стекается между собой. То есть, при следующем использовании у нас опять получится честный 5% вот здесь. Если докачать Афродиту, то у Афродиты есть Абилка в высотом уровне, которая называется Energize. Вот эта Абилка, она увеличивает эффект от любого следующего скилла, который мы используем. И она очень хорошо работает с Dark Ritual, давая не 5%, а 10% ДПС. Опять же, все тоже медленное движение вперед. Я просто хочу наконец-то дождаться отката Dark Ritual. И пройти, наверное, еще одного босса. Вот, откатился. Теперь мы используем сначала этот босс, потом вот этот. ДПС у нас вырос на 10%. Чуть-чуть еще не хватает. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, мы прошли еще 10 волн. Получили еще одного героя с апгрейдом. Тут получилось, что апгрейд попал на того же самого героя. И в целом есть возможность эти апгрейды снимать. Если у нас есть души героев, то за каждые две души мы можем снять апгрейд с какого-то героя. И он рандомно перекинется на какого-то еще. Для чего это может быть полезно? Тут у каждого персонажа, если их выровнять по, скажем так, цене. Вот у нас есть определенная цена в ОС. Например, если их все выровнять под соответствующую цену, то можно будет посмотреть вот за этим параметром. Сейчас я попробую выровнять их все более или менее. У меня есть какой-то доход. Я просто сейчас прокликаю всех героев. С контролом, чтобы у меня был модификатор стоя, чтобы у меня сразу закупалось практически до максимума. Вот, более или менее. И вот здесь видно, что у этого персонажа полторы тысячи урона. У этого персонажа всего 100 урона. У этого персонажа еще меньше урона. У него там где-то в районе 80. Но при этом, если мы жмем через Z, мы гарантированно покупаем 25 уровней. И у нас происходит обязательно апп или через X4 или через X10. Но все равно вот этот персонаж, он мощнее, чем эти. А не при прочих равных затратах сейчас выходит. И вот, например, с Бетти Кликер видно, что она у нас по затратам на общем уровне находится. Но при этом у нее сильно ниже ДПС. Даже вот я еще вкладываю в нее деньги. Все равно у нее ДПС сильно ниже, чем средняя по больнице. И ее качать особого смысла нет. Вот по этим цифрам можно делать выводы, что именно стоит качать. И это будет зависеть в немалую степень от того, куда у нас распределяются глайды, как мы их перекидываем. Но можно высчитать и прикинуть некоторое количество героев, которые приоритетны, которые будут давать основной дамаг. На остальных не обращать особого внимания. что происходит, если мы перерождаемся. Нам пишут, что мы начинаем игру заново и получаем больше героев. Собственно, начало игры. Все как обычно. И считает того, что у нас есть. Теперь дополнительные души. И души сами по себе еще тоже дают дамаг, поэтому тут в некоторых случаях есть смысл их держать, а не тратить на что-то, потому что они ускорят продвижение по уровню. Ну, соответственно, у нас все ачивки, которые каждый дает, какой-то процент ДПС, они у нас тоже сохраняются с переходом. И глайдет герои тоже у нас сохраняются с переходом. Все остальное начинается заново. Но вот имея вот эти души, имея героев, следующее прохождение, каждое следующее идет быстрее и быстрее. Сейчас я импортну данные, наверное. из своей игры. Собственно, как это происходит? Жмем экспорт, копируем, экспортируем. Это вот именно моя сохраненка, которую я играю. У меня здесь есть некоторое количество уже вкачанных героев. Начало очередное. Какое-то там уже по счету. 24-е. перерождение. Довольно много ачивок. Самая максимальная зона 754-я. И начало сейчас здесь выглядит, скажем так, очень быстро. Как это все проходит. Вот. Покупаем персонажей. Потом жмем вот здесь ботинок, который ускоряет прокачку. Наняли, нажали. Вот уже, собственно, все, что было пройдено с нуля, уже пройдено и дальше. Потому что здесь довольно приличный плюс к ДПСу за счет вот этого древнего. он конвертирует души с бонусом в 10% за каждого. Души, которые уже нельзя никак использовать. Вот. Потому что они являются уровнями этого персонажа. Но дают по 11%. Ну и, соответственно, тут разные глайдед персонажи. Их, в моем случае, довольно много. За 750 волн я получил 65 ап. Академия тядесят Cash absolutely клощадь, Как за икки. То, что words of a